Добрый день, это Курящий из окна. Ну и вот, я долго не записывал. Четыре дня, по-моему, это вообще такой довольно позорный длинный срок. Ну вот, всё-таки у меня выходит серия по Айзеку. Ну, может быть, к сожалению, может быть, с счастью по Айзеку, не знаю, как вам это нравится, но... Так или иначе, буду снимать, а всё-таки его. Снова поправил микрофон, и сегодня мы поиграем, пожалуй, в челленджи. О, первые четыре челленджа, как мне говорили... Достаточно убить только мамочку, сердце мамочки не обязательно. Я посмотрел Dark Was The Night, мне не очень понравилось, потому что там, насколько я понял, не будет видно вообще карты уровня, а это мне пока что не очень подходит. Семь лет плохой удачи, я не понял, что это такое, а? Лардж-мардж это вполне хороший уровень, и я думаю, мы будем на нём играть. Поехали. Да, ну давайте сейчас начнём бегать, и я буду потихоньку рассказывать, что у меня происходило, что и как, что и зачем. Да, единственное, что я хочу сразу сказать, и что мне очень не понравилось, это то, что, по сути, я уже записал 15 или 20 минут серии, а потом у меня случился такой неприятный казус. У меня почему-то как-то стал довольно кривить звук, я выключил запись, и потом не сумел восстановить по-человечески запись языка. Пошлось закрывать игру, эти 15 минут записаны, но в них нет практически ничего интересного. Большой минус того, что я это всё записал, в том, что как раз за эти 15 минут я уже проговорил всё своё, что я хотел сказать своё. По сути, дальше у меня оставалось уже просто играться и получать удовольствие, и просто комментировать. А вот теперь снова придётся говорить всё то, что я хотел сказать. Поэтому у меня отвратительное настроение, но да ладно. Я думаю, что мы это всё немножко... Немножко соберём в кучу, и я всё расскажу, что хотел. Да, ну первое, что я хотел сказать, это, естественно, то, что я уже сказал, то, что давно не записывал, а надо записывать. А пока что я тут такой нетренированный, непонятно какой, и вообще у меня всё валится из рук. Но сейчас я уже поиграл до этого, так что всё из рук не очень сильно валится. Также в это время я очень плодотворно описывал свою большую радость в том, что я наконец-то купил геймпад. Собственно говоря, сейчас я играю в Айзека именно геймпадом, а не клавиатурой. Ну и сейчас постараюсь свои эмоции вспомнить. Ну да, геймпад у меня, чтобы вы сразу не спрашивали, Thrustmaster F1 какая-то версия. И я, кстати, очень сильно удивился, до сих пор не понимаю. Вот были на прилавке абсолютно одинаковые геймпады. Один стоил 1300, другой 1900. Отличались они только рисунком самого гейпа геймпада. Ну, в смысле, на нём рисунком. Не знаю, почему так. Я всё-таки выбрал тот, который подешевше. Потому что, ну, мне на рисунок абсолютно наплевать. Я вообще хотел бы что-нибудь другое, потому что формулой 1 я, мягко говоря, не увлекаюсь. Ну, так или иначе, мне на него практически не суждено смотреть. Не надо смотреть. А пользоваться ему оказалось на удивление удобно. Я даже очень рад и вообще в полном впечатлениях. Потому что геймпад это вещь, которая очень сильно нужна именно мне. Который любит такие аркады, любит не пойми что. И, короче говоря, вещь удобная. Снова управляю микрофон. Но я думаю, что вам это не очень раздражает. Сразу же мне очень понравилось то, что у меня, наконец-то, руки лежат не на клавиатуре, чёрт знает как. Потому что у меня стол не компьютерный, у меня стол обычный, бывший кухонный. На нём стоит компьютер и, соответственно, он высоковат. Да, берём этого. Блин, мне говорили, как называется эта шапка Папы Римского, но я так и не помню. То ли Тиара, то ли не Тиара, хрен его знает. По-моему, нет всё-таки. Так, проверить тут тайную комнату или нет? По-моему, у меня бомб много, так что можно и проверить. Но её тут нету, так что зря. Заглядывал бы в будущее, естественно, не стал бы. Да, ну вот, собственно. Я там в первых этих 15 минутах записи ещё долго смотрел, как мне удобнее на нём играть. Всё-таки выбрал вариант, что у меня бегаю я на крестовину, а не на стик, потому что на стик довольно сложно бегать. Пока что, по крайней мере. Может быть, я просто не тренированный, но вот на стик шевелить я не умею так аккуратно, чтобы он у меня бежал именно туда, куда я хочу. Могу даже сейчас пробовать побегать. Ну вот, у меня он постоянно виляет, как пьяный. Хотя, конечно, тоже забавно. Это я на стик бегаю. Да, и у нас какая-то спичка. Я не помню, что она даёт. Я думаю, что не буду это проверять, не буду открывать сайтик до самых уже упорных моментов. Я думаю, что у нас такие моменты вполне могут быть, потому что... Ну, пока что я не хочу накаркать, но играл я в это время хорошо. Потому что, конечно, естественно, сейчас снова новый вариант, но... Что-то да так. Да, единственное... Ой, блин, но только руку от клавиатуры убрал, не от клавиатуры. Как раз с геймпада снял почесать подбородок. Естественно, по мне сразу выстрелили. Это я хотел микрофон поднять ещё чуть повыше, а то я всё-таки как-то... Не очень удобно мне в него говорить. Да, и когда я не согнувшийся, а когда я прямой, у меня голос немножко такой, более взрослый и более интересный. А именно этого мне и надо. Да, бегаю я. Ой, кто это? Это же вы. Бегаю я на крестовину, стреляться на стик у меня тоже пока что-то не очень получается. Потому что стреляю на стик я тоже не пойми куда. Не, конечно, можно, это всё не очень сложно. Тем более вот так вертеться ещё весьма забавно. Но стреляю я на четыре боковые кнопки, на четыре правые кнопки. И пока у меня это вполне получается, мне нравится. Я думаю, буду тренироваться дальше. Тем более, что геймпад у меня беспроводной. Я как раз такой хотел, и это вообще замечательно. Я тут пробовал играться, у меня большой монитор, 22 дюйма, по-моему. И вот отлезал на противоположный конец комнаты, практически ложился на диван. А не сидел за ним, как обычно при записи, и вот так вот играться пытался. Ой, единственное, я сейчас много говорю, у меня не хватает голоса. Так что я потихоньку пью. Ну, сказывается то, что я давно не записывал, собственно. Собственно-собственно. Не собственно, блин. Сказывается то, что давно не записывал, поэтому и голоса не хватает. А на записи, я говорю, обычно очень много, обычно очень мало молчу. Вот из этого все это так и есть. Как я красиво завернул. Ну и да, кстати, лач-мач. Должны уровни все быть и... Ой, XL. Но чего-то пока что мне довольно везет. Чего же с микрофоном-то? Не могу разобраться, не могу его поставить так, как мне надо. Ну вот, уровень не очень большой, а... Повезло. Целых две сокровищницы, я думаю, что эту... Ммм, ну эту куклу можно использовать, если приноровиться к ней. Я, в принципе, ее не очень люблю. Ну, может быть, потому что я ей мало пользовался. Да что? Да, чего-то у меня вообще не сдался день. И это не получается, и запись у меня сорвалась. И говорю, я черт знает как. Ну да ладно, пойдем к боссу. О, Фэймин. Или Фэймин. Так, где у меня спейс? Спейс у меня на какую кнопку, я сказал? Давай, взрывайся. Лети туда, блин. Абсолютно бездарно использовал эту кнопку спейс. Я вообще думал, что смерть будет на нее бежать, а она... Ой, какая смерть? Ну да, у меня до сих пор сказывается в голове то, что последним всадником апокалипсиса у меня была смерть. И это мне очень не понравилось, мягко говоря. Но я думаю, что я ее должен замочить. Да, кстати, спасибо тем, кто говорил. Тем, кто первыми говорил то, что смерть... Да и все всадники апокалипсиса, по-моему, бегают по... Вверх, середина, низ, верх, середина, низ. Тем, кто говорил это где-то после десятого сказания, уже не очень спасибо, потому что вы меня раздражаете этим. Я, с одной стороны, понимаю то, что вряд ли вы читаете все комментарии, прежде чем написать свой комментарий. Но все-таки... Можно понять, что через пару дней просмотров, через пару дней комментирования уже наверняка кто-то это сказал. Так, ну и что, мне встать, чтобы она пролетела? Да, давайте встану вот так вот, чтобы она снесла своих же мух. Мух. Блин, не успела снести вторую муху. И пока что я отбегаю с помощью геймпада моего, уже практически любимого, довольно удачно. Я научился бегать по диагонали, у меня это сначала не очень получалось. На крестовине. Потому что все-таки последний раз на крестовине я играл очень давно. У меня был геймпад, я его удачно прокакал. Но давно это было. Так. Да, кстати, естественно, Айзек не поддерживает этот геймпад почему-то, поэтому играю я с помощью замечательной программки X-Padder. Или X-Padder. Которая позволяет на любые кнопки геймпада назначить любые кнопки клавиатуры. Ну и, собственно, все. Вот это у меня, кстати, тоже какие-то странные кнопки, которые позволяют вверх-вниз стрелять. Но я не понял, почему у меня так получилось. Ладно, идем ко второму боссу. Второй босс у нас... Граф Мух. Или Герцог Мух. Да, все-таки, по-моему, Герцог. И опять-таки, в первой части, которую я не записывал, я говорил. Мне тогда тоже попался Герцог Мух. То Герцога Мух, похоже, в обновлениях все-таки как-то пофиксили. Он стал довольно более сильным. Довольно более сильным. Моя русская языка. И вот эти вот красные мухи меня как тогда раздражали, так сейчас раздражают. Но, по-моему, тогда я на эту муху уже напоролся к этому времени. Пока что... Пока что еще нет. Ну, еще все впереди. Я думаю, это еще случится. Хотя, конечно, не хотелось бы. Да и вообще можно считать эту не сложившуюся запись такой разминкой. Потому что сейчас я... Просто реально чувствую, что я играю лучше, чем тогда. Но вот Мух он нарожал уже капитальное количество. Мне это абсолютно не нравится. Да, его мы замочили. Нам дали сердечки. К сожалению, без урона бейзмент пройти мне не получилось. Как всегда. Хотя, по-моему, у меня уже есть ачивка за прохождение первого бейзмента без урона. По-моему, я ее брал. Да, и, кстати, не на запись мне выпали еще ачивки ножницы, наконец-то, за получение большого количества урона. Черт знает когда. Да, и нам дают технологию. Только я не понимаю, это технология 2 или просто технология. Давайте посмотрим, чего у меня за статы. Да, урон у меня, конечно, минимальный. И вот я не помню, урон, который я буду набирать потом, будет влиять на урон технологии или все-таки нет. Но так или иначе, технология на первом уровне бейзмента, это то, что бывает редко, и я ее... Ну, давайте я ее возьму. Блин, так и не прочитал, кстати, первая или вторая технология, что-то не обратил на это внимание. Да, и в магазин я не пойду, потому что у меня нет ключей, и, соответственно, ныряем. Да. Кстати, опять-таки я все вспоминаю эту прошлую игру, тогда мне наоборот везло, тогда у меня за первый уровень выпало зачем-то 4 или 5 золотых ключей. Хотя достаточно одного. Ну, вот так вот мне везло. А сейчас мне что-то на ключи наоборот не везет. Я вообще боюсь, что если тот раз у меня был удачным, таким более-менее. Хотя я тогда еще и не успел поиграться, по сути. Вот этот раз у меня может быть не очень удачным. Да, за синим сердцем я пока не пойду. Ну и вообще, это такая показательная серия, в которой я тренируюсь играть джойстиком, тренируюсь играть геймпадом. Так что, если не пройду никуда далеко, то не обижайтесь. Блин, как вы неудачно стоите-то. От одной слезы ушел, а в другую все равно попался. Так, ну спейса пока что, я думаю, тут использовать не буду, это будет слишком жирно на двоих обычных мяс... мясов. Блин, не люблю слово мясцо. Собственно, поэтому я осекся. Так, дальше. Дальше исследуем. Блин, а. Мне звонят на телефон. Это довольно плохо, но я отвечать сейчас не буду. Да. Постарался отложить телефон как можно подальше, чтобы он не трещал сюда. Ну и я думаю, что это не очень сложно. Для вас. Тем более, что, по-моему, он уже действительно не трещит. Ладно, это я просто отвлекся. У меня тут всегда неприятно, когда телефон срабатывает. И вот такая ситуация. Так, идем наверх. Снова мясо. Повторение той комнаты. Но в этот раз меня заперли. Зачем же вы меня заперли-то? Сволочи неблагодарные. Так. Сердечко, но сердечко мне не поможет, потому что HP Up я протратил на эту технологию, которая, по сути, мне не очень сильно-то и помогает. Хотя, конечно, полезно. Даже вот здесь вот уже полезно. Это я чувствую, что я бью сразу по нескольким товарищам. Блин, снова телефон звонит. Я даже в наушниках это слышу. Но он без звука звонит. А вот именно этот такой неприятный треск. Да, магазин пока рано. Так что, пойдем сюда. Сначала заварим всех рубашек. Да, рубашки мочатся просто с большим удовольствием. Так, бомбочка. Сердечко мне по-прежнему ничего. Ну и давайте сходим в магазин, посмотрим, что у нас там. А там у нас, естественно, аллочность. Ну, в принципе, аллочность, когда... Да, только хотел сказать, что она мне... Блин, ну это уже полный бред. Почему она меня мочит? Только хотел сказать, что она мне не нанесет никакого урона, потому что я могу по ней стрелять издали. И вот такое удовольствие. Ну, в принципе, деньги из нее вывалились даже больше, чем... Даже больше, чем я потерял. Но все равно это как-то неприятно. Есть у нас тут тайная комната, интересно, или нет? Блин, снова перепутал кнопку. Вот не привык, на какую кнопку я это все делал. Кстати, а вот это я проверил тайную комнату или нет, интересно? Этот взрыв считается за проверку тайной комнаты? Но мне кажется, все-таки да, так что не буду тратить еще и бомбу. Все нормально. Куда теперь нам податься? Подадимся. Блин, ну вот тут такое место, что не могу не проверить. Вообще, люблю такие закоулки, где вот такой одиночный вход. Так. Ну, естественно, мухи. Естественно, я сейчас по ним тоже попаду. Вернее, они по мне попадут. Нет. Это я приятно ошибся. Монетка. Эти монетки я брать не буду, потому что по диагонали я бегаю плохо, тем более при новом управлении. Так что пока что обойдемся. Тем более монеток у меня уже практически дофига, 23 штуки. Я уже просто жажжу, жажду и жажжу найти аркады. Так, взрываем все на своем пути. Ну, отчет пока что аркад, кстати, не видать. Даже странно. Хотя, мне кажется, они встречаются не на этом, они встречаются уже позже, на более глубоких глубинах, так сказать. Ну, йооо. Что такое? Это не офигенски. Так. Вот не люблю, когда из фистулы рождаются эти... Блин, все-таки попало. Не люблю, когда из фистулы рождаются личинки. Хотя, конечно, когда красные мухи из нее рождаются, или черные, я не помню, какие из нее рождаются, из другой фистулы. Это тоже не очень приятно. Да, исследуем дальше. Так. Бегут, бегут. Бегут, бегут. А они попадают. И вы по мне тоже не попадете. Блин, ключа нету. Зарвать эту дверь не получится. Ну ладно, пойдем тогда. Искать хотя бы ключик. Вот говорил, тогда везло на ключи, а сейчас абсолютно не везет. Да, я сбегаю за сердечком. На всякий случай. На всякий пожарный. Это, конечно, далеко, но более полезно, чем если я помру. Так, куда, кстати? Наверх или вниз? Ну давайте все-таки сходим вниз. Наверх я всегда успею. Да и вниз я всегда успею, но... Так, вот здесь надо успеть, успеть, успеть. Блин, не успел. Убежать от нее я тоже уже не сильно успевал выбежать. Так, чтобы было все нормально. Надеялся все-таки, что успел застрелить. Но нет, и бомбочка. И да, здесь все. Кстати, здесь вот может быть тайная комната, секретная. Но ее тут нету. А здесь? И здесь ее нету. Что ж мне так не прет-то, а? Что мне тут надо, чтобы все это видеть? Карту или компас? Я уже хочу это все. У меня ключа нет даже в магазин сходить. Мне все-таки кажется, что мне его даже и не дадут. Потому что игра будет нас троллить, троллить и все-таки дотроллят до конца. Так, дайте-ка я, кстати, схожу за Синим Сердцем, потому что оно мне по-любому надо. При таком раскладе. За монеткой вот не пойду. Хм, нищий. Вот до нищего добираться или обойтись? Да, проверю сейчас. Будет ключ, все-таки пойду в магазин или в сокровищницу. А если нет, то пойду пробираться к нищему. Пытаться его не взорвать. Потому что нищий тоже дает полезные предметы. Это есть. Это есть. И. Вниз. Ну, снова мясо. Главное, чтобы мясо меня не заперло. Оно меня сейчас запрет. Блин, оно меня даже еще раз заперло. Ну что такое? Это вообще бред, я сейчас помру. Так, ну и что это? Что за таблетка? О, Болс оф Стилл. Абсолютно то, что надо. Я даже не смел на такое надеяться. Вот к нищему я все-таки пойду, потому что надеюсь, он родит мне что-то хорошее. Главное, его все-таки не взорвать. Так, да, вот так вот, наверное. А вот если я тут взорву камень, он уничтожится тот, который внизу лежит или нет, а? Ладно, сейчас проверим. Да, то, что надо. Ничего. Ну вот, что-то есть. Блин. Ты мне сердечко лучше дал. Лич пи ап. Мне нафига-то дали туз шут, который мне при технологии не нужен, но нужен как рыбизонтик, короче говоря. А я все в надежде на ключи. Блин, как-то неудобно это все стоит. Да, ну хотя бы на муха-то не надо напарываться, товарищ. За кого я там играю, за Каина, по-моему, за Каина. Но пока что, пока что, пока что, пока что, пока что, пока что везет. Пока что на муха я не напарываюсь. Да, даже череп снес. Ну и можно уже так аккуратно все это расстреливать. Вот эта вот муха стреляющаяся мне всегда не нравилась. Но пока проносит. О, карточка. Скорее всего, это даже Джокер. Но я к нему не пойду, потому что ну его нафига. При таком здоровье. Так, 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 сношу, не снес. Блин. Но у меня урон, похоже, минимальный, поэтому я не могу ничего сделать. Я не помню, если на технологии уже взятую брать урон, то он будет увеличиваться или нет. Или это я как бы сделал глупость. Да, кстати, тут все-таки технология один, потому что она прерывистыми бьет. Так, этот мальчик мне вообще нафиг не нужен. О, кстати, интересно, тут такой про... А, тут проход есть, да. Такая закольцовка. Ой. Так, этих надо подальше, подальше взорвать. Ключа по-по-по-прежнему не дают. Ну что такое? Может сейчас из кого-нибудь из этих вывалится, а? Ой, я бы тогда сходил. Ну никуда я не схожу. Блин. А вот это, кстати, у меня открылась схватка, на которой я буду драться с боссами. На ней по-любому что-то могут дать, но вот не знаю, стоит туда идти или нет. Ладно, давайте схожу сюда и там уже проверим. Может мне все-таки дадут ключик. Да, эта схватка с боссами открывается, когда у меня половина красного сердечка. У меня по сути есть еще два синих. И вообще это довольно классный выбор. Там наверняка может попасться что-то крутое. Тем более, что я взял еще одно синее сердечко. Да, все решено. Пойду. Так, записывать я записываю вообще. Да, записывать я записываю. Ммм, плетка. Не помню, что дает плетка, но наверное что-то хорошее. Шот спидап. Абсолютно нафиг мне это не надо. Абсолютно нафиг мне это не надо, но... Ну взял так. Ладно уж, будем валить этих. Мне остается еще легкая надежда на то, что... Мне за завал боссов что-то дадут. Это я так сосредоточился. Молчу. Я тоже когда сосредотачиваюсь, молчу. Потому что, ну реально... Есть легкая напряженка. Хотя, конечно, все эти боссы очень слабенькие. Но не накаркать бы. Я умею проигрывать и на слабых боссах, даже на мухах. Так, это Ларри Джуниор. С счастью, его кровь не ядовитая. По ней можно ходить, насколько я это вижу. Потому что если бы это была кровь настоящая, я бы давно уже помер. Так, ну и да, этого тоже довалил. И третьего босса у нас нету. Отдали мне какую-то абсолютно ненужную бомбу. Что за фигня, а? Скажите мне. И вот здесь вот... Вот здесь вот. Вот здесь вот я сказал. Ну, место просто просится для тайной комнаты. Ее тут, естественно, тоже нету. Так, сердечко у меня нигде не валяется. Ключей у меня нету. Еще и фистула попалась, а? Правда, это маленькая фистула, но все равно неприятная. Я, естественно, снова напоролся. Туда, где мне абсолютно не надо было. Я думаю, неприятность эту мы переживем. Так, здесь я не помню, проверял или нет. Но бомб много, поэтому проверяем. И здесь тоже. Блин, ну что мне так не прет? Почему их нету? И здесь нету. Я, по-моему, уже бомб 6 потратил на эти проверки, и нигде у меня не повезло. И остается идти только к боссу, потому что ключей у меня нету, и все как бы. С мальчиком я тоже поиграл как-то очень вяленько. Но остается надеяться, что... Остается надеяться, что босс слабый. Да, это я за телефоном все-таки сбегал, проверить, кто мне звонил. Да. Так. Здесь мне ничего не надо. Здесь я тоже ничего не беру. Идем к боссам. Блин! Падший! Вы издеваетесь, а? Вы реально издеваетесь. Я же не завалю тебя вот так, вот так. Давай хотя бы спейс использую. Может тебя рванет тут по-быстрому. Да, попал именно по нему. А вот два падших, это уже совсем нехорошо. Так, они еще, по-моему, летать умеют быстро, но пока что мне что-то не везет на это. Не везет на другое, блин. Застрял. Застрял в падшем? Можно документальное кино снимать. Да, вот он за мной побежал, но я от него пока что убегаю. А убегаю, а вот от этого я не убегаю, да. Он меня, по-моему, еще раз задел, и да. У меня отличный шанс помереть. Так, одного завалили. Ну и что, второго завалим, а? Да, и второго завалили. Лапка гуппи. Нахрена ты мне, скажи? Пожалуйста. Ну, нахрена ты мне? Я даже обменять ничего не могу, потому что у меня здоровья нет. Тайных комнат я не найду. Ну и что, наверное, сейчас мы пойдем помирать. Серия получится абсолютно ни о чем. Но я уже говорил, это экспериментальная серия, в которой я тренирую геймпад и все остальное. Так что, пошли проверять. О, Чад. Я не помню, Чад стреляет или нет. Если он не стреляет, ну да. Классно. Именно то, что я хотел. Ну все, это была серия ни о чем курящего из окна. К сожалению, у меня не записалось то, что я хотел до этого записать. А мне кажется, там бы я прошел довольно хорошо. Так что, ну что я могу сказать? Ладненько. До свидания. Смотрите, подписывайтесь. К сожалению, ничего не получилось. Но после долгого перерыва, после странных тяжелых дней, это хоть что-то. Я думаю, я все-таки выложу эту серию. Она хотя бы 25 минут. Так что, ну стыдно, конечно, но не очень. Все. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok